День неандертальца или кто придумал первый необычный творческий игровой микс? В преддверии Дня науки подготовили для своих читателей сотрудники отдела отрочества Детской библиотеки Мини Пушкина. Тема выбрана не случайно. Немногие знают, что привычные для нас вещи и предметы, которые мы используем каждый день, придумали неандертальцы. Об этих удивительных изобретениях и шла речь на встрече. Для меня тоже было открытие. Это иголка с ушком, которую неандерталец изобрел, наблюдая за костями рыб. И еще каши, наши повседневные, ежедневные каши, которые мы едим. Именно первобытный человек начал их варить, крупу в котелке. А еще неандертальцы использовали заплесневелый мох в качестве своеобразного антибиотика для заживления ран и придумали клей на основе пчелиного воска. Кстати, наскальная живопись – это тоже изобретение неандертальцев, а не кроманъельцев, как думают многие. И наскальной живописи был посвящен один из мастер-классов, который придумали библиотекари. На одной из площадок ребята могут перевоплотиться в первобытного художника и изобразить какой-то свой, можно свой, наскальный рисунок, либо уже по намеченному какому-то плану. А там они делают копье из бумаги своими руками. Максим Кузьмин – частый гость и помощник библиотекарей. Он участвует в различных акциях и мероприятиях, которые ежемесячно проводит Пушкинка. Несколько раз в неделю мальчик спешит туда, чтобы поменять книги или просто приятно провести время в теплой компании. Во-первых, я сам не знала об этом дне, что 4 февраля – день неандертальца. Я уже успела сделать копье и нарисовать наскальные рисунки. Я узнал, что человек много чего изобрел. Такие, как, например, копье, рубило и так далее. Творческая площадка, посвященная изобретениям неандертальцев, будет работать в Центральной библиотеке Мнепушкина до 13 февраля для лиц старше 6 лет.